Альма-Матер, политика Анатолия Чубайса и актриса Анна Ковальчук отмечает круглую дату. 50 лет назад в Красногвардейском открыла свои двери 188-я школа. Праздновать день рождения именно в первых числах весны решили не случайно. 3 марта родился герой Советского Союза Леонид Белоусов, чье имя носила пионерская дружина школы. В 1975 году летчик и первый директор Римма Пахтелова создали в учреждении военно-патриотический музей, который работает до сих пор. На наших стендах представлены два самолета, и 15, и 16. И 15 сконструировали Николай Поликарпов в 1933 году. В 1991 году помимо патриотического воспитания учащиеся стали изучать искусство, хореографию и другие творческие предметы. Тогда же впервые появились музыкальные классы, началось сотрудничество с Охтинским центром эстетического воспитания. А 7 лет назад здесь стали углубленно изучать мировую художественную культуру. Очень многие дети, особенно те, которые занимались музыкой, они выбирали именно это направление в своей деятельности. То есть дети поступали и в музыкальное училище, становились педагогами, дети поступали в консерватории. Александра Содорук, она училась у нас, она актриса. У нас училась Ковальчук, тоже в нашей школе. У нас здесь учился Чубайс. Сейчас в 188-й около тысячи учеников. Вмещать всех удается благодаря тому, что у школы два здания. Для начальных классов и старшеклассников. И те, и другие успешно участвуют в Олимпиадах. Поблагодарить юбиляров за прославление района приехал глава администрации Евгений Разумишкин. Искренне поздравляем с этим юбилеем. Мы сейчас с Андреем Анатольевичем сидели, говорю, красиво получилось. Мы такой подарок подогнали к юбилею 50-летию. Мы сделали реконструкцию, практически полную реконструкцию одного из зданий. Руководители учреждения намерены и дальше развивать и оснащать образовательные учреждения по последнему слову техники. А нынешние воспитанники планируют не только стать звездами эстрады, театра и кино, но и оказаться на празднике, который будет посвящен уже 100-летнему юбилею родной школы.